Если мы говорим о праздниках, допустим, Новый год, да, мы Новый год без Ольвея еще как-то можем представить, то Масленицу без блинов просто что-то неслыхано. Масленица изначально была праздником благородия и богатства. Блин – это символ солнышка. Выпекая блины, люди зазывали благополучие и урожай. Сейчас же, когда этот праздник превратился скорее в прощание с зимой и встречу весны, символ солнца по-прежнему актуален. Не забудьте поделиться своим солнышком с дорогими вам людьми. Но накануне Оля также занялась приготовлением вкусных и румяных блинов, а помогла и в этом представитель компании «Росмасло» Елена Асадча. Елена, доброе утро. Доброе. Знаю, что уже вижу по ингредиентам, что мы будем печь блинчики с вами. Вот когда-то в древности считали, что печь блины – это какой-то даже ритуал. И многие хозяйки, они добавляли кто-то снег, кто-то под луной буквально. Мог печь блины или когда загорались первые звезды. Вот у вас какой секретный ингредиент? Мой главный секрет – это наше любимое масло. Оно очень вкусное и только, наверное, с ним будут самые вкусные блины и еще маленечко ванилина. А еще давайте тем, кто ни разу не пел блины, напомним. У нас есть яйца, молоко, мука. Масло, сахар, соль. Давайте приступим. Давайте. С чего мы начинаем? Начнем мы с яиц. Есть вообще какой-то секрет в замешивании теста? Есть. То есть сначала мы добавляем яйца, смешиваем их с сахаром. То есть немножко добавляем молока для того, чтобы получилась, так скажем, более густая консистенция. И потом добавляем молочка. И все. Размешивать, конечно, лучше блендером. Если блендера нет и получаются комочки, то можно воспользоваться ситечком. Чтобы не было комочек. Вот сейчас закономерный вопрос. Масло-то мы используем, но многие боятся его употреблять. Считают, что где-то он отложится в ненужных местах. Есть какая-то норма потребления? Есть. Масло вообще само по себе очень полезно. В нем содержится очень много витаминов. Например, такие как А, Д, Е витамины, жирные кислоты. Масло очень полезно для костей, для иммунитета, для кожи, для детского организма очень помогает при развитии. Для кормящих мамочек, естественно. Суточная норма получается от 10 до 30 грамм. Если вы будете использовать, не будете превышать эту дозу, то это вашу фигуре абсолютно не повредит. Ну, что мы будем добавлять дальше? Мы будем сейчас добавлять сахар. Сахар мы добавим столовую ложку. То есть на пол-литра молока нам потребуется столовая ложка сахара. И чайная ложечка соли. А сколько вот с этих ингредиентов у нас должно примерно получиться блинов? Где-то около 15 штук. В общем, на завтрак? Да. И так же теперь замешивать? Да. Так же замешиваем. Добавляем совсем немножко молока. Столько? Угу. Добавляем муку. Ну вот, у нас тесто получилось однородной консистенцией. Сейчас мы добавляем остальное молоко. Угу. Это секрет в том, чтобы не было комочков. Да. Тесто готово уже? Тесто практически готово. Сейчас мы еще добавляем в наше тесто растительное масло. Для чего? А для того, чтобы блины у нас были более вкусные. Буквально 2-3 столовых ложки. Тоже все размешиваем. У вас получилось прям без комочков. Удивительно. Вручную. Да. Вы вообще часто сами готовите блины? Очень часто. Очень часто у меня. Вся семья очень любит блины. И приходится. Особенно по выходным, на завтрак. Сейчас маленький секрет. Его, конечно, добавлять, если вы собираетесь делать просто блины, либо со сладкой начинкой, то, конечно, можно добавить ванилин. Я его добавляю практически всегда. Сколько? Вот совсем вот на кончике ножа. Совсем чуть-чуть. То есть, если вы его переборчите, будет горько и невкусно. У нас уже наша макалка, между прочим, готовится. Практически готова. Да. Блинчики в любом случае должны быть маслицем смазаны. Конечно. Чтобы были вкуснее. Ну что, сковородка у нас разогрелась. Тесто готовое. Давайте выпекать? Давайте. Лишь бы был не кома. Попробуем. Тесто у нас довольно жидкое. Схватывается на лету. А тем временем, я напомню, наша макалка уже готова. Масло растопилось. И сейчас мы выльем его сюда. И можно будет уже потом макать блинчики. Кстати, масло масло ведь рос. Как выбрать правильное масло? Выбрать масло можно обязательно по составу, по сроку годности, по цвету и по запаху. По составу масло должно быть обязательно только состоять из пастеризованных сливок. По сроку годности обязательно смотреть на упаковочке срок годности. Цвет и запах, естественно, мы можем понять только, когда его купим. Цвет и запах должен быть цвет от светло-желтого до насыщенно-желтого. Запах нежный, сливочный, без всяких потусторонних запахов. А от чего зависит цвет масла? Цвет масла зависит от сезонности и от того, что кушала корова. То есть разницы нет? Какой цвет? Абсолютно. Во вкусе нет различия. А расскажите, где можно купить ваше масло деревенька? Наше масло продается практически во всех крупных гипермаркетах, такие как Новая Эльдорадо, Ашан, Лента, Окей, простые магазины и рынки. Чем оно отличается от других? Масло деревенька состоит полностью из ГОСТа. Оно имеет очень приятный сливочный вкус, однородную массу. При намазывании оно у нас не крошится, без всяких добавлений каких-либо жиров или пальмового масла. Расскажите, есть какой-то секрет хранения масла? Масло хранить нужно обязательно в чем-то закрытом, то есть это либо масленка, либо это упаковка заводская. Друзья, чудеса монтажа. У нас получилась вот такая аппетитная стопка прекрасных блинов, очень вкусных, ароматных, натуральных, состоящих из прекраснейших ингредиентов. И сейчас я предлагаю нам их открыть. У нас уже есть макалка. Приступаем? Пробуйте. Хорошо. Это мой немножко подгоревший, но я уверена, очень вкусный. Браво!